Сибирские морозы Возвращаясь из школы, второклассник перепутал маршрутки и уехал не в ту сторону. Ребенка вовремя заметили сотрудники полиции. Отвели его в теплое помещение, отогрели, напоели горячим чаем и вернули домой. Более тяжелыми последствиями обернулись морозы для 29-летнего инвалида из Барнаула. На обратном пути из больницы, сопровождающей его мать, тоже инвалид, не успела войти в автобус. Водитель закрыл дверь прямо перед ней. Номер маршрутки женщина не запомнила. Парень, страдающий задержкой в психическом развитии и практически не умеющий говорить, вышел на конечные остановки и не смог самостоятельно вернуться домой. Желающих помочь не нашлось. Забиталась, давали в полицию заводить. Сказала, можно по рации, по автобусам, по всем сообщить, что там такой-то, такой-то, посмотрите. Они, значит, в полиции у нас нет рации, позвонили по диспетчерски, у них есть рации по своим автобусам. Ну, короче, видно, никаких мер не принимали. Только спустя 12 часов на парня, совсем замерзшего, обратила внимание одна из прохожих и позвонила в полицию. Виталий получил настолько сильное обморожение, что теперь ему придется ампутировать пальцы на руках. В полиции сейчас проводят проверку и пытаются выяснить, кто виноват в том, что беспомощный инвалид оказался в одиночестве на лютом морозе. Но, очевидно, будь прохожие не столь безучастными, беды удалось бы избежать. Этот декабрь называют аномально морозным даже в, казалось бы, привычные к холодам Сибири. Практически повсеместно в регионе температура сейчас ниже нормы, в среднем на 20 градусов. По данным синоптиков, Новосибирск сейчас находится в самом центре обширного антициклона, который образовался в Якутии и охватил уже многие регионы страны. Сразу в нескольких городах Сибири побиты температурные рекорды за всю историю метеонаблюдений. В Новосибирске уже вторую неделю не выше минус 30. Холодный атмосферный фронт оказался коварнее, чем предполагали синоптики. Он не разрушается, а напротив укрепляется. То там, то здесь происходят аварии на теплотрассах, и люди сутками сидят без тепла. В Кургане, где столбик термометра застыл на отметке минус 34 градуса, произошел прорыв водопровода. Без воды остались более 20 жилых домов, а также детский сад, поликлиника и пожарная часть. А пациенткам отделения гинекологии одной из больниц Красноуфимска приходится коротать не в коридорах. Из-за неудачно установленных окон в палатах будущие мамы запросто могут простыть. В Новосибирске скорая зачастую забирает горожан прямо с остановок. Общественный транспорт люди ждут иногда по полчаса. В травматологиях количество обмороженных выросло в разы. Автобусы, особенно трамваи, просто не выдерживают испытаний аномальным холодом. В МЧС призывают горожан без особой надобности не выходить из дома. И уж точно не проявляют чудеса смекалки, пытаясь отогреть личные автомобили. За последние недели только в Новосибирске из-за неправильного прогрева сгорело почти полсотни машин. Кто точно извлекает из морозов выгоду, так это таксисты. Тарифы у некоторых операторов выросли в разы. Чиновники, в свою очередь, подчеркивают, если температура в квартирах ниже 18 градусов, жители могут требовать от коммунальщиков перерасчета платы за тепло. В целом же у сибиряков перед Новым годом, похоже, одно общее желание – дождаться потепления. А пусть будет 20, хотя бы 25. Нормально будет. Однако прогнозы синоптиков особо не обнадеживают. К концу недели морозы немного ослабнут, но атлантический циклон принесет с собой во многие регионы сильный ветер и снег. Юлия Ольховская, Игорь Гуляев, Владимир Козин, Дмитрий Синицын. Первый канал. Сибирское бюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова